друзья салют меня зовут олег как известно я перекуп и сегодня хотелось бы рассказать вам о том как купить бушный телефон и не потерять свои деньги из-за того что купили некачественный товар а именно для тех кто хотел хочет и будет хотеть купить бушный телефон как это сделать без потерь как купить хороший товар в этом видео кто не подписан на канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии но это стандартная фраза итак начнем можно уже отказаться от покупки товара не видя телефон итак моделируем ситуацию моделируем как телефон вообще покупается в двадцатом веке двадцать первом веке это делается через площадки через торговые площадки авито юла ола x это на украине беларуси к сожалению не знаю какая торговая площадка допустим мы вы нашли товар который вас устраивает по цене и собственно характеристиками и все такое прочее сначала заходим на само объявление смотрим что пишет продавец если много информации подробно продавец описал и телефон состояние если какие-то недочеты то смело звоним договоримся встречи если нет никакой информации то предварительно звоним и узнаем все про телефон и задаем наводящие вопросы то есть если нареканий в работе и так далее там какие-то дефекты если или нет таких дефектов то есть грамотно спрашиваем чтобы продавец и желательно даже сказать так я сам занимаюсь телефонами так что чтоб не зря время тратить расскажите как есть на самом деле это обрубает порядка одну треть уже телефона потому что уже продавец начинает рассказывать если есть какие-то дефекты если дефектов нет все встречаемся буду рассказывать на примере samsung galaxy s 9 плюс вот и чтоб в руках что хоть что-то вертеть крутить и так встретились прежде всего смотрим чтобы телефон был в комплекте то есть что такое комплект это коробка документы иногда человека нет но ничего страшного то есть юридическую чистоту проверяем как это делается в каждом телефоне есть такой набор цифр кое-как звездочка решетка 06 решетка он выдает и мы и этот имей сверяем с коробкой сейчас секундочку коробку принесу продолжим коробку принесли вели это значит звездочка решетка 06 решетка и он выдает вот такие такой результат и мы и эти мы и сверяем с коробкой они должны быть идентичны абсолютно то есть все сверили если сходится смотрим дальше смотрим дальше по состоянию внешнему то есть если какие-то царапины если какие-то вмятины если допустим они есть это прекрасный предмет к торгу то есть торгуемся если нет смотрим дальше если вы смотрите телефон самолет экраном крайне внимательно нужно смотреть сам экран на предмет царапин каких то может быть сколов и так далее почему именно amoled потому что amoled экраны очень дорогие очень при замене это три четвертых самого телефона и опять же по amoled пройдемся если amoled его нужно смотреть на засветы каким образом у самсунга это просто делается вводим звездочка решетка 0 звездочка решетка и тут сверху есть цвета то есть красный зеленый обычно все видно на синем синим цвете присматриваемся если есть какие-то скажем так остаточные эффекты то есть в контакте человек сидел там отпечатывается с диалоги и так далее youtube там заголовки это внимательно слушайте представляете на нем уже тоже появилась у меня есть ролик я возможно приложу у меня был galaxy s8 и там очень сильно все выгорело ролик я ссылочку оставлю вот тут казалось бы нет нет но уже снизу какая-то ерунда появляется это остаточное изображение то есть когда статическая картинка долго находится на экране это сама сам принцип amoled а он выгорает вот внимательно смотрим экран если вы смотрите не самсунг а какой-то другой телефон с амоледом то просто все делается есть приложение nokia тест из play market или просто youtube включаем вводим в поиске белый фон синий фон и там это все на полный экран и проверяете это очень важно с амолед экраном с айпес все то же самое айпеса часто появляются желтые пятна от света от воды от чего угодно то есть экран внимательно проверяем потому что экран это очень важно так как мы постоянно в него смотрим дальше не чем так сказать ничего не пропускаем проверяем динамики слуховые музыкальные обязательно то есть это как делается звуки допустим на громкость это в любом телефоне уже 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 этот телефон слегка фонит это тоже будет предмет торгу или отказа от покупки то есть решайте сами для себя третий момент или какой там уже не суть проверяем сам экран на работоспособность смотрите каким образом зажимаем ярлычок и вот так вот проводим по всей плоскости у самсунга это делается проще но я объясняю как на каждом телефоне это можно проверить все тут сенсор допустим работает дальше что основной у телефона чтобы он звонил правильно вставляем обе сим-карты из обе сим-карт делаем вызов чтобы сеть появилась чтобы три или четыре джи ловила делаем обязательно звонок звоним спрашиваем у собеседника как слышно меня слышно как его все это обязательно проверяем далее все кнопки какие тут есть то есть кнопка регулировки громкости вверх-вниз кнопка включения если есть отпечаток пальца проверяем отпечаток пальца обязательно батареи мы к сожалению никак не проверим вы сами понимаете потому что это нужно долго но есть тест battery тест можно его скачать посмотреть насколько батарея жива или нежива далее gps часто у современных телефонов отваливается gps это серьезно такое есть далее если вы современный телефон покупаете безрамочный да ну допустим как ну что угодно там хона view 20 тот же самый обязательно при звонке прикладываем телефон к уху и он должен гаснуть при отводе от уха соответственно изображение появляться очень часто не работает датчик освещенности проверяем далее что я в обязательном порядке проверяю конечно же камеру камеру каким образом включаем фото проверяем как работает фокус вот то есть раз раз как автофокусировка работает раз раз проблема у galaxy s8 и s9 и s6 и s7 плохая фокусировка при 60 кадрах full hd включаем full hd снимаем проверяем фокус я вам хочу сказать 50 процентах не будет работать но это конкретно по галакси так как мы про него разговариваем вот такие моменты это львиная часть проверить которую очень просто две-три минуты но это вас убережет и обычно когда продавец что-то параллельно несет всякую фигню вдвойне все проверяйте когда он говорит вот такой телефон ты классно фоткает это все ерунда в три раза все проверяем не забываем не отпечаток пальца не вспышку не датчик освещенности не разблокировка по лицу если у вас есть разблокировка колец по лицу но самое главное внимание на экран понимаете он очень дорогой что и ps он дешевле понятно что amoled это три четвертых телефона самое главное очень внимательно рассматриваем экран телефона ну это основные вещи и пожелательно конечно желательно то есть чтоб себя полностью обеспечить обезопасить если у продавца допустим нет чека написать договор купли-продажи скорее всего редко кто на это будет соглашаться но это вас еще немного обезопасит принципе все это первое что было по телефону что я хотел рассказать следующий ролик будет конкретно как покупать iphone там есть свои нюансы хотел бы тоже записать а дальше если вам будет интересно буду в таком формате еще записывать его